ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Давайте тогда начнём. Во-первых, название этого всего цикла, что случилось в истории. Наверное, все знают, или по крайней мере большинство, что это название книги Гордона Чайла, которую он написал ещё до войны. В России она была очень популярна в Соединённых Штатах. В России как-то так прошла менее замеченной. И то, конечно, не до войны, а потом. А в Америке была очень популярна, потому что тогда Чайл написал две книжки, человек делает сам себя, и что случилось в истории. И это был действительно такой прорыв, потому что речь шла не о последних 50-ти тысячелетиях человеческой истории, а о, скажем, десяти. И в то же время это были не домыслы некоторые, а совершенно конкретные вещи, основанные на археологии. Однако Чайлд, его замечательные идеи, там, неэлитическая революция, городская революция, всё это было очень здорово в 50-х годах, но жизнь идёт вперёд, археология и другие науки развиваются, и выяснилось, что вот так просто считать, что в далёком прошлом там были какие-то условные пещерные люди, палеолит, потом была неолитическая революция, потом городская революция и теперь мы, это не точно совсем неправильно. Какая-то доля истины в этом, конечно, есть, но чем больше мы не знаем, тем больше оказывается, что вообще-то, строго говоря, не очень правильно, что человеческая история была гораздо сложнее. Причём, в чём её сложность? Ну, понятно, что всё было сложнее, чем мы знаем. Главное изменение парадигмы, как принято говорить, происшедшее на рубеже, примерно на рубеже 20-21 века, состоит в том, что история, как, впрочем, наверное, и биологической эволюции, и даже развития физического мира, оно не было предсказано и определено какими-то законами. Это в значительной мере случайный процесс. И выражаясь так витиевато, можно сказать, что сам Господь Бог не может знать, что будет завтра. Потому что даже имея полную информацию, о всём, что есть сегодня, всё равно невозможно, имея лучшие там компьютеры, предположим, какие есть у Господа Бога, всё равно невозможно вычислить, что будет завтра. Потому что наряду с какими-то крупными, важными тенденциями существует множество мелких. И вот эти мелкие иногда так влияют на крупные, что развитие идёт по другому пути. Оно, конечно, всегда идёт так, от простого к сложному примерно. Но конкретика разная. И вот теперь о чём я буду конкретнее говорить. Дело в том, что прошлое, естественно, изучает археология. И потенциал археологии гигантский, и он растёт буквально с каждым годом. Ну, археологии сопутствующих наук. Сейчас, если вы взяли картофельную кожуру и выбросили эту кожуру на помойку, то, в принципе, через 5 или 10 тысяч лет можно определить, что вы выбросили картофельную кожуру. Скажем, 30 лет назад это было ещё невозможно. Сейчас достаточно одной крахмаловой клетки, которая там, наверное, сохранится, и это можно будет восстановить. Сейчас речь идёт, например, о том, чтобы восстанавливать ДНК ископаемую, не извлекать её из останков, из костей, а находить в культурном слое. Ну, это такая методика, конечно, пока на пределе, и, по-моему, ещё успеха явного в этом смысле не достигли, но вполне вероятно, что это будет так. Поэтому что откроют дальше, исследуя материальные остатки, мы не знаем. Наверное, очень много того, что мы даже сейчас не представляем. Тем не менее, главное, за прошедшие 70 лет археология добилась колоссальных успехов, и мы примерно представляем, что случилось в истории в том смысле, как развивалась материальная культура. к тому же 30 или сколько теперь 35 лет назад генетики, исследуя митохондриальную ДНК, выяснили, что все люди мира, у них одна предковая Ева, условно говоря, а в Африке, то есть есть 14 разных линий вот этой ДНК, из них все 14 есть в Африке, только одна во всём мире. Ну, с этого начался знаменитый марафон по определению африканской прародины человека. Это открыли генетики, археологи бы не открыли. Археологические материалы такой глубины, ну что там, они не очень выразительные, разные отщепы, хорошо, если наконечников мало. Сейчас, зная, что люди вышли из Африки, уже археологи, конечно, что-то добавляют, но сами бы археологи не открыли. То есть необходима совокупная работа специалистов разных дисциплин. И вот то, что я вам предлагаю, это добавление ещё одной дисциплины к археологии, к популяционной генетике, к сравнительному языкознанию, который, конечно, на глубину многих 10 тысяч лет она не действует, это всё-таки за горизонтом этой науки, физическая антропология, ну что там ещё, естественно, геология четвертечного периода. Так вот, кроме этого, есть другая категория фактов, которые, собственно говоря, мы и я, и не только теперь я, обрабатываем в последние четверть века. Речь идёт о фальсорно-мифологических мотивах. Но вот моя жена, которая сидит в этом зале, она всегда смеётся, что знали бы наши родственники, чем я занимаюсь, какие-то зайчики, лисы, там, я не знаю, Хаджана Средин или кто-то ещё. Но дело в том, что, понятно, дело не в зайчиках, а дело в многих десятках тысяч текстов, которые сейчас находятся в нашей базе данных, а в целом в мире записано и опубликовано несколько миллионов текстов, точно сосчитать, конечно, невозможно, но это огромный массив данных, и, как известно, сейчас обработка больших данных – это такой передовой метод разных наук. Так вот, каждый конкретно из этих самых текстов, называйте их мифами, сказками или как угодно, рассказывает, грубо говоря, о всякой ерунде. В том смысле, что искать в традиционных повествованиях некоторое рациональное зерно совершенно бессмысленно. Это можно искать в исторических преданиях, отчасти в каких-нибудь, может быть, легендах, хотя тоже, конечно, сложно, а во всём остальном никакого отношения к реальности это не имеет. Историческая информация, она извлекается не из содержания текстов, она извлекается из-за реального распределения многих тысяч текстов. И вот это реальное распределение определённых сюжетов, мотивов и тем, вот оно существует. Но я сказал по поводу того, что археология, генетика развиваются. Причём развиваются они буквально год от года, и если генетики что-то открыли два года назад, это вообще уже устарело, это уже никому не интересно. Каждой неделе буквально появляются новые исследования, новые открытия. Ну, вот последние, ну как последние, тоже полгода, наверное, прошло, это определение, когда люди вообще появились. Дело в том, что когда вот открыли ту самую митохондриальную Еву, а потом и Адама, оценки были такие от 150 до 195 тысяч лет. Ну, где-то 150 или 140 тысяч лет мы разошлись с бушменами или с пигмеями, это такой до сих пор вопрос спорный. Ну, а дальше с китайцами совсем недавно там говорить не о чем, очень похоже на них. Но сейчас, благодаря уже открытиям не только генетиков, но и археологов, в смысле открытия межкопаемых костей, выясняется, что похоже, что первые современные люди, они появились где-то примерно 300 тысяч лет назад. Естественно, тоже в Африке, и находки это, по-моему, где-то в Марокко, ну, неважно, там, Марокко или не Марокко, понятно, что Африка вся проходима, и, скорее всего, люди подобной древности, они, может быть, были не только в Марокко, но в Африке. И о чем это свидетельствует? Вот такое замечание, не главное для лекции, но тем не менее. Это примерно время, когда археологи давным-давно, чуть ли не 100 лет назад, выделили Средний каменный век Африки. В Африке нет там палеолита, неолита, ничего там такого нет. То есть нижнего палеолита, верхнего палеолита, там есть древний каменный век, средний каменный век и поздний каменный век Африки. И все. С европейской шкалой это никак не соединяется. И вот что такое границы нижнего и среднего каменного века Африки, совершенно было непонятно. Почему? Ну, это выделяется по формам орудия. Но оказалось, что Средний каменный век Африки, в общем, примерно начинается вот эти 300 тысяч лет назад, когда появляются люди современного типа. Как-то не странно. Ну, и африканцы, соответственно, развивались, и где-то в период, видимо, еще до 100 тысяч лет назад, они стали потихоньку выходить из Африки. Об этих открытиях тоже известно уже очень давно. Это находки на территории Израиля. Но сейчас не очень до сих пор ясно, когда люди попали в более далекие области Азии. Очень возможно, что давно, в смысле 78 тысяч лет назад. Еще 5 лет назад это было сомнительно. Но поскольку китайцы там находили очень древние материалы, так или иначе люди вышли из Африки. Первые эти попытки, может быть, были не очень удачные. Вот этот период он пока плохо освещен. Но что, о чем можно сказать с полной определенностью? Это вот схема, которая довольно уже старая, но примерно она соответствует действительности. Вот посмотрите внизу вот эти зеленые стрелочки. Это выход людей, которые пошли по берегу Индийского океана и собирали ракушки. Почему археологи не могли это найти? Они до сих пор их не нашли, потому что они находятся на глубине ну, нескольких десятков метров ниже уровня моря. В период Ледникового максимума, ну, словно говоря, 20 тысяч лет назад, море было на 130 метров ниже современного. В такие, ну, это не называется, ну, межледниковья, где-нибудь, скажем, 30 тысяч лет или 35, оно было выше, наверное, где-нибудь 30 метров ниже современного уровня, но все равно ниже. И поэтому вот эти древнейшие находки людей, вышедших из Африки, они плохо заметны археологически. Они под водой. А из-под воды их извлечь, как вы понимаете, извлечь-то можно, но найти их там очень трудно. Так вот, совокупные данные генетиков, археологов и антропологов, физически антропологов тоже свидетельствуют о том, что где-то, ну, не позже 40 тысяч лет, а скорее всего, раньше, наверное, 50, может быть, еще, скорее, 70 тысяч лет люди вышли из Африки, пошли вот туда, в сторону Новой Гвинеи. Как вы, я потом покажу эти слайды тоже, как вы понимаете, из-за того, что уровень моря был ниже, вот эти все Индонезийские острова, это был большой такой полуостров Азии, так называемый континент Сунда, где они все благополучно жили, ну, и потом попали в Австралию. А другая группа людей, вроде бы попозже, но тоже достаточно рано, где-то 50 тысяч лет назад, не 70, а 50, она проникла на север. Вот там озеро Байкал, Алтай, по-видимому, люди современного типа достигли этих районов где-то 50 тысяч лет назад. А 30 тысяч лет назад они достигли Устье Яны, вон где эта самая красная точка там наверху, и это уже совсем полярные области. Тогда там было немножко получше жить, немножко теплее, но все равно темно. Как они там жили, это непонятно, но тем не менее они осволили Европу. Так вот эти две большие популяции, те, которые пошли вдоль берега Индийского океана на восток, и те, которые пошли на север, первоначально, наверное, они обладали одной культурой, раз они все вышли из Африки. То есть это не значит общими языками, про их языки мы ничего конкретно сказать не можем, даже отдаленно. Но у них был вот какой-то этот африканский фон, который трудно конкретизировать. Но дальше, как только они разошлись, их культуры очень долго не сходились, потому что, когда были оледенения, вернее, сильные похолодания, современные области, аридные, они были супераридные. То есть в Средней Центральной Азии вообще никто не жил. Потому что, кстати, в Австралии первые люди, которые туда попали, потом они 20 тысяч лет назад чуть не вымерли. Они чуть не вымерли не от холода, естественно, они вымерли от засухи, потому что чем холоднее на севере, тем суша на юге. Так вот, вот эту континентальную Евразию и Индийский океанскую окраину Азии разделяют большой пояс пустынь и гор. И на протяжении нескольких десятков тысяч лет он был практически непроходим. То есть, наверное, кто-то иногда мог его пересечь, но в целом он был необитаемый. И, соответственно, вот культура людей, которые жили на юге и те, которые пошли на север, она разная. И вот что интересно, интересно, что только вот эта культура тех, кто на юге, если иметь в виду мифологию, она имеет параллели в Африке. Та, которая на севере, в Африке параллели практически не имеет. Так вот, я-то уже сказал насчет мифологии. Дело в том, что я этим занялся где-то, наверное, впервые 15 лет назад, ну, чуть-чуть. Когда вдруг обнаружил, хотя, естественно, и для меня это обнаружили, что некоторые мифы, которые зафиксированы в Индонезии, Меланезии, Австралии и Южной Америке, очень похожи на африканские. Ну, что значит очень похожи? Ну, просто те же. И мифы, о которых идет речь, это прежде всего мифы о происхождении смерти. Вот что на этой карте показано? На этой карте показана, так сказать, наша база данных, то есть те традиции мира, по которой в нашей базе данных есть информация. Ну, как вы видите, практически весь мир. Причем, если там где-то в Якутии одна точка, а в Южной Америке их одна точка наплывает на другую, это не значит, что Якутия изучена хуже Южной Америки. Это просто из-за такой проекции, потому что понятно, что на севере все большое, а в тропиках все маленькое. И не все эти точки равнозначны. Есть точки, в которых записаны только несколько текстов, из которых можно извлечь, я не знаю, 2, 3, 4, 10, 20 мотивов. Но есть и вполне полноценные. Эти полноценные рассеяны по миру более-менее равномерно. Так что мы можем оценивать степень близости тех или иных традиций, если говорить о фрагуле мифологии, вполне, так сказать, адекватно. Если у нас какие-то тенденции есть, а каких-то нет, это нельзя списать на то, что один регион изучен хорошо, а другой регион, соответственно, вовсе даже не изучен. Так вот, по поводу того, какие именно мифы имеют параллели в Африке, в Индонезии, в Южной Америке. Дело в том, что еще в конце 19 века Джеймс Фрейзер, известный английский такой, отчасти ученый, отчасти популяризатор науки, он написал известную книжку «Фольклор в Ветхом Завете». И там впервые обратил внимание на мифы о смене кожи. Ну, самого Фрейзера интересовала не столько эта кожа, сколько змея, потому что он обратил внимание на то, что Адам и Ева, кто их соблазнил, в смысле Еву, естественно, змей. Ну и вот, исследуя тексты, в которых происхождение, появление смерти связано с кознями змея, он обнаружил вот такого рода тексты. О чем идет речь? Речь идет о том, что раньше люди не умирали, или они, так, неопределенная ситуация, они ставят перед выбором, вот надо умирать или жить вечно, или, точнее, не жить вечно, а возрождаться. И альтернатива такая, либо вы меняете кожу, и тогда вы возрождаете бесконечно, либо вы кожу не меняете, и, соответственно, умираете. Ну, и там есть несколько вариантов, я отчасти о них скажу, отчасти нет, они существуют, честно. Змеи услышали, змеи стали менять кожу, а люди кожу менять не стали. Соответственно, люди стали смертными, а змеи стали бессмертными. То, что змея бессмертна, это вообще, ну, трудно сказать, что значит, верят, не верят, но это вообще довольно распространенное такое представление в разных районах мира. Почему она бессмертна? Потому что она меняет кожу. Ну, и кроме змея, это могут быть какие-нибудь пауки, там, раки, иногда деревья сбрасывают кору, но главным образом это, конечно, змеи. Так вот, где, какого рода тексты записаны? Это Африка южнее Сахары, это Индо-Тихоокеанская окраина Азии, прежде всего Меланезия, и это Южная Америка. Сразу же, естественно, вопрос, почему Южная Америка? Ну, Америка здесь, к этому выходу из Африки, естественно, прямого отношения к нему она не имеет. Просто первыми людьми, которые попали в Новый Свет и которые шли вдоль берега моря, примерно, как они когда-то вышли из Африки, и они шли всегда, когда они смотрели в море, в сторону моря, они всегда шли влево. Ну, может быть, случайно, но что значит? Вправо были их родственники, они с ним поссорились, влево была свобода. И, соответственно, они шли влево, 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 и так дошли до огненной земли. Это некоторый, конечно, такой художественный прием, не берите это совсем всерьез, но примерно так и получается. Вот те люди, которые шли по берегу моря, они первыми попали в Новый Свет. Когда это было, до сих пор не очень понятно. Лет 20 назад это было как-то уже ясно, сейчас, ну, 1017 назад, наверное. Об этом еще пойдет речь. И вот они принесли туда культуру, ту, которая была в это время на востоке Азии. А потом, когда туда, в Америку, попали уже люди из Сибири, они эту культуру немножко, так сказать, перекрыли. Поэтому основные параллели, они находятся как раз в Южной Америке. Так как в Южной Америке дальше никто туда особенно не попадал, там вот этот древний комплекс, который существовал в Азии 17-20 тысяч лет назад, может быть, и раньше, конечно. А в Африке, тем более раньше, до выхода из Африки, вот он там очень хорошо сохранился. Интересно, вот посмотрите, что в Австралии этих мифов почти нет, они только на севере. С чем это связано, трудно сказать, но не исключено, что вот эта культура первых людей, первопроходцев, которые попали в Австралию, она оказалась перекрыта более поздними группами, тоже австралоидными какими-то, но попавшими туда уже после Ледникового максимума, то есть после 15 тысяч лет назад. Это, правда, некоторые домыслы. Тем не менее, самые такие явные параллели – это тропическая Африка, Меланезия и Южная Америка. История про смену Коши – это не единственная история. Такого рода мифов о происхождении смерти их, ну, где-то штук 10. Причем в Африке другой мифологии почти нет. Вот для Южной Америки это просто маленький фрагмент. В Южной Америке очень много чего другого, а в Северной Америке тем более много чего другого. И в Юго-Восточной Азии. А африканская мифология на, ну, я не знаю, в проценты трудно считать, но так интуитивно, я бы сказал, на три четверти – это и есть история о том, почему люди умирают. Ничего другого, только это. То есть в Африке сохранилось именно то, по-видимому, что впервые стало занимать умы людей. Ну вот другой сюжет или мотив, сюжет образующий – это насчет Луны. Считается, что месяц умирает и возрождается, а люди, вот, к сожалению, нет. Или те, кто живут на Луне, они бессмертны, или эта Луна в месяц устанавливает вот эти нормы, согласно которым люди смертны. Казалось бы, очень уж простые истории. Вот со сменой кожи – это так понятно. Это конкретно яркая, яркая такая область. А месяц, ну, слишком просто. Но ничего подобного нет в континентальной Евразии. Ну, Северная Африка найдет обычно вместе с Евразией. Хотя, как я сказал, мы прошерстили практически все тексты, которые имеют отношение к экологии. Это не связано с тем, что чего-то не нашли. Даже если что-то случайно найдется, это не поменяет ситуацию полностью. Надо сказать, что тут один такой и сказус. В Литве, в архиве, не помню, в Коломбасе вроде бы, там есть записанный текст о том, что два персонажа, они там где-то бежали, змея, улитка, ящерица, не помню даже подробностей. И, в общем, одному было сказано, что надо божеством, что надо умирать, а другому было сказано, что надо жить вечно. Ну, и, естественно, прибежал первый тот, тот кому-то сказал, что надо умирать. Ничего подобного в Европе, конечно, нет. И не может быть. Это единственный совершенно литовский текст, который непонятно, кем, когда записан. Никаких данных я Кербелита расспрашивал. Она главная фольклористка литовская, но сейчас пожилая очень давно. И неизвестно. Скорее всего, это либо просто ошибка какая-то, либо буквально розыгрыш. Ну, бывают такие вещи. На статистике они никак не отражаются. Случаи казусы бывают разные, а тенденция, она совершенно очевидна. Но вот кроме Луны, я сказал, что таких текстов больше, где-то штук 12-10-12. Ну, например, мотив, связанный с историей о смене кожи. Он самостоятельный, но часто они объединены, когда божество, так сказать, говорит, объявляет, что не спите, я важное объявление сделаю. Но люди, естественно, проспали, а змеи или растения или пауки, они внимательно слушали. И объявление заключалось в том, что надо менять кожу. Змеи услышали и быстро-быстро кожу поменяли, а люди так и не поменяют. Кстати, я могу вернуться на пару слайдов назад. Вот смотрите на этом слайде, где смена кожи. Вот там такие не очень внятные серенькие кружочки. Это истории античного времени. Это истории о том, что змеи бессмертны, потому что меняют кожу. Отчасти античные, отчасти что-то сохранилось и до более позднего времени. Известны шумерские эпосы Гильгамеша, где, соответственно, Топишкин находит цветок, Гильгамеш находит цветок бессмертия, добывая с большим трудом, змея его украла и сменила кожу. Вот эта история о том, что найден цветок бессмертия, средство какое-то, а змея украла, потом, я покажу отдельно, в Иране в начале XX века был записан почти в том же варианте, как у древних шумеров, но только там будет не змея, а ворон. Так вот, почему я обращаю внимание вот на эти квадратики? Очень похоже, что вот раньше вот эта африканская, индо-тихоокеанская мифология, она была распространена дальше. Вот здесь у нас есть Индия, здесь у нас есть Африка, а вот здесь в середине у нас ничего нет. Здесь все стерто. И стерто, во-первых, исламом, конечно, но, видимо, даже до ислама. Но если брать, например, Аравию, через которую шли по берегу люди, тут население, по-видимому, многократно полностью исчезало и возвращалось из-за ариодизации, потому что все-таки пустыня Рубаль-Хали это мало не покажется. Сейчас она совершенно непроходима, там, 6 тысяч лет назад она поросла травой. Ну и, соответственно, вот эти люди, которые здесь жили, это древнее население, оно никаких следов от него не осталось. Поэтому до античности вот эта худо-бедно как-то дожила, а до современности уже практически нет. Теперь еще, я не буду вам рассказывать про все эти истории. Вот последняя. Очень милая такая история. Она характерна, например, для Северной Америки, но в Северной Америке она распространилась вместе с этапасками из Канады, они пошли на юг. Это, в общем, произошло в период между тысячей и пятистами годами назад. А вот в Южной Америке есть, в Африке есть, в Австралии, в Австралии австралийская мифология очень плохо известна, если там одна точка, это уже хорошо. Значит, их там было больше. И, скажем, тысячи лет назад в Америке это тоже было представлено небольшим числом точек. Хотя вот это распределение, оно очень рассеяно по материкам, но, тем не менее, история одна и та же. И зафиксирована она все там же, то есть тропическая Африка и Индо-Тихоокеанский мир. Какая история? Какой-то персонаж подходит к реке и говорит там, ну, если говорить об индейцах, он бросает визоний навоз в речку и говорит, вот как визоний навоз поплывет по реке, так и люди будут жить вечно. А койот подходит и плюх туда камень. Вот говорит, вот если камень всплывет, тогда, конечно, будут. Но камень, естественно, тонет. Но у одной из групп, я не помню черноногие, в Сарсе у кого именно, там есть очень красивый момент, когда камень был брошен в реку, произошел такой большой плюх, вода выбралась наверх, и показалось, что камень поплыл. Вот это и есть наша жизнь. Вот это краткий миг. Ну, такая философия, я уж не знаю, индейцы сами это придумали или уже от европейцев как-то, но тем не менее красиво. Так вот, из-за деятельности койоты или там еще какого-то персонажа, любого, все получилось очень нехорошо. Или хорошо. Я уже сказал про ворон и змеи. Вот есть все эти параллели, я буду говорить о других, они связывают тропическую Африку с Юго-Восточной Азией, Меланезией, Америкой. А что же континентальная Евразия? Ведь эти люди тоже вышли из Африки. Почему они не сохранили африканского наследия? Ну, во-первых, кое-что они, по-видимому, все-таки сохранили. Вот эта история про то, как два персонажа, отправленные божеством, одно передать весть о смерти, а другое о бессмертии, приходит первым тот, кто несет весть о смерти. Этот сюжет, он для Меланезии или Южной Америки совершенно не характерен. Он характерен как раз для Евразии. Правда, не для полярной зоны, для Индии он характерен, но тем не менее это Евразия. Но это, пожалуй, едва ли не единственное исключение. В целом, континентальная евразийская мифология на африканскую не похожа. Почему? Ну, почему в точности, мы, наверное, никогда не узнаем, но можно предположить. Люди, которые вышли из Африки и пошли на восток, они жили в том же климате, к которому они привыкли. Ничего для них не изменилось. Те же саванны и тропические леса. А вот те, кто 50 тысяч лет назад пошел на север, они попали в совершенно другие условия, вот не надо объяснять, во всех отношениях. И что хуже того, 20 тысяч лет назад они пережили ледниковый максимум. Ледниковый максимум – это самое низкое понижение температуры на Земле за последние, по крайней мере, 260 миллионов лет. Я не знаю, что там в Перми было, не помню. Там тоже было плохо. Но вот такого серьезного понижения температуры, так сказать, ни в мезозое, ни в кайнозое не было. И был, что называется, narrow escape, конечно. Люди пережили. Более того, уже в период самого ледникового максимума начинается, ну, новое возрождение культуры, начинается движение на север, приспособились. Но, конечно, это было страшное потрясение, это полная перестройка культуры. И хотя мифология прямо от условий существования не зависит, про смерть и бессмертие можно рассказывать, что в Арктике, что в Африке, но, по-видимому, вот такая встряска очень глубокая, она могла привести к утрате более раннего наследия и распространению каких-то новых сюжетов. Ну, это называется эффект бутылочного горла, когда там 9 павляций из 10 исчезают, и культура той десятой, которая пережила, она распространяется, а у этой десятой популяции, может быть, как раз вот этого африканского наследия было меньше всего. Так вот, это главное, что различает, что характеризует в целом мифологию мира. Вот у нас есть континентальный евразийский набор мотивов, и есть наборы мотивов, характерные для тропической Африки. И особенно для Индо-Тиханской окраины Азии и Америки. Это вот первое главное отличие. Говорят, что, может быть, и в языках есть такие отличия, но это всё-таки так глубоко, что доказать, равно как и опровергнуть, это очень трудно. Но некоторые доводы, я сейчас в лингвистику углубляться не буду, я всё-таки не лингвист, некоторые доводы в пользу этого имеются. Так вот, это пример с этим воронами-змеем. Ещё раз скажу, что в Гильгамеше, в эпосе шумерском, там смертному человеку противостоит бессмертная змея. А по всей северной континентальной Евразии смертному человеку противостоит бессмертный ворон. Ворон заменил змея. И вот в Иране та же самая история, которая была записана в третьем тысячелетии до нашей эры в Месопотамии, только с заменой змея на ворона. И это очень характерно. Вот эта культура Евразии, континентальной, она на протяжении тысячелетий, похоже, всё время распространялась. Она потихонечку вытесняла культуру вот эту тропическую. И этот процесс в каком-то смысле происходит до сих пор. Теперь, кроме мифов о происхождении смерти, как я сказал, мифы о происхождении смерти – это три четверти африканской мифологии. Есть ещё одна группа текстов, одна тема – это происхождение огня, что в целом совершенно логично. То есть сперва люди озаботились, почему они умирают, а потом откуда появился огонь, потому что огонь появился давно. Точно, когда он появился, неизвестно. Где-то так у эректусов там он уже был, ну, 600 тысяч лет, это уж минимум. То есть это некоторое культурное достижение, которое самое из крупных достижений, оно самое старое. Ну, не считая самого по себе факта умения изготовлять каменные ороги. Хотя приличные мифасы, они просто обитые гальки, они там где-то, я уж не помню, тоже где-то миллион лет назад появляются, не сильно раньше. Так вот, соответственно, к сожалению, тут не чёрные на белом, а просто с интернета взята карта, может быть, не очень хорошо видно, но, наверное, всё-таки видно. Это вот эти красные кружочки. Здесь красные кружочки – это раньше люди не имели огня, и они готовили пищу на солнцепёке. А зелёные кружочки – это люди раньше не имели огня, и они клали её под мышки, согревали таким образом. Вот подобного рода истории, они характерны для Америки, для Меланезии вообще, вот этого островного мира, Австралии, и немножко для Африки. И ни одного подобного текста не записано в других районах мира. Так что очень похоже, что это опять вот африканское наследие, которое распространялось по берегу, на восток. А другая история про происхождение огня, вернее, не про происхождение уже, а ну что такое огонь. Вот на юге, вот красные точки, это раньше огонь был у некоторых женщин, именно женщины. которая владела им, никому не давала, её огонь у неё украли. А на севере, в континентальной Евразии, отчасти в Северной Америке, и вообще в Америке, в Америке смесь, конечно, в Америку попадали разные люди, ситуация другая. Огонь и есть женщина, или мужчина. Вот особенно для Сибири это характерно, когда почему огонь нельзя бежать, там плевать на него, много чего нельзя, потому что вот эта бабушка, или кто там, или мама, она сидит в этом огне, она есть огонь, она не хозяйка огня. И не надо огонь у неё воровать, это бессмысленно, она и есть огонь. Вот такая мелкая подробность, но она совершенно чётко делит мир пополам. Очень красиво. И даже когда я эту карту сделал буквально два дня назад, сам удивился. Кроме того, есть мифы о том, что огонь украли. Вперва он у кого-то там был, его надо было украсть. Ну, самая известная история про Прометея, который унёс огонь с неба. Эти истории в основном известны тоже в Африке, южнее Сахары, в Индотехоокеанском мире, в Америке очень много. В континентальной Евразии гораздо меньше, но они всё-таки есть. Поэтому тут я не ручаюсь, что это африканское наследие. А вот эти вещи, которые с огнём связаны, с этим никаких сомнений нет. Ещё один сюжет, видимо, африканского происхождения, то есть появившийся очень давно, это появление людей. Что, в общем, тоже нормально. То есть сперва это, почему люди смертны, дальше откуда взялся огонь, и дальше откуда вообще люди взялись. Естественно, ни о каком создании людей каким-то божеством речи нет. Подобные истории, мы тут пытались, даже статью написали, в журнале «Природа» пытались выяснить, может быть, есть какие-то закономерности относительно вот этих мифов, которые напоминают библейские мифы. Нет таких закономерностей. Это случайно рассеянные по миру точки, то есть это очень какие-то поздние изводы, которые друг с другом исторически не связаны. А первоначальный, наиболее распространённый вариант – это то, что люди, одни или вместе с животными, вышли из подземного мира. Ну и из подземного мира, или из какого-нибудь ствола Баобаба, или из стебля бамбука, неважно, из какого-то небольшого вместилища, и вот они вышли и дальше распространились. Такого рода истории в континентальной Евразии нет. Их также нет на северо-западе Северной Америки, где континентальная евразийская, так сказать, суперстрат, наследие наиболее сильно выражено. Есть один случай у эскимосов в северо-западной Аляске. А вот для Южной и Центральной Америки, Юго-Востока, Северной Америки совершенно однозначно – люди вышли из подземного мира, и всё. Бывают случаи, вот такие серенькие кружочки, когда вот так не очень внятно, люди выросли как трава, или как грибы, что-то такое. Но подобные истории летки рассеяны примерно равномерно по всему миру. А вот это из подземного мира – да. Теперь бывает, что люди спустились с неба. Это не принципиально, они не из подземного мира вышли или с неба. Просто истории про подземный мир, они такие обычно… их легче выделили. Я не буду сейчас объяснять, почему. Вот истории про то, что люди спустились с неба, имеют практически то же самое распределение. То есть Индотехианская окраина Азии, Америка, тропическая Африка. В Северной Америке не столь ясна эта граница, но примерно то же самое. А вот другая подробность. Люди вышли из Африки, потому что они вышли из-под земли. Понятно. А вот когда они дошли до Юго-Восточной Азии, у них дальше была масса времени. Прежде чем они двинулись в Америку, прошло, ну, несколько десятков тысяч лет. 20-30. Может быть, больше. Ну, не меньше 20, это уж точно. И вот за то время, пока они жили в этой Юго-Восточной Азии, ну, под Юго-Восточной Азией, имеется в виду не точно современный Китай и Вьетнам и Талант, в широком смысле, от Востока Индии до Юга-Китая. Ну, и, соответственно, весь этот самый довесок в виде Индонезии и дальше Меланы. Так вот, там, по-видимому, происходило развитие мифологии. Вот в Африке, очень похоже, развитие не происходило. Почему? Это отдельный вопрос. Но те мифологические сюжеты, касаемые именно мифологии, объяснение мира, которые в Африке есть, помимо истории про смерть и про огонь, очень похоже, что они все достаточно поздно проникли туда из Азии. Африканская мифология не развивалась. А вот мифология Юго-Восточной Азии на основании того ядра, которое было принесено из Африки, очень даже развивалась. Потом, я потом об этом, может быть, даже скажу, я уж не помню, что обещал тут наговорить за четыре лекции, потом в Юго-Восточной Азии стало вообще, ну, местом, где развились самые мощные такие космогонические мифы. Тут нигде такого нет, как Юго-Восточная Азия и Европа, по сравнению с Юго-Восточной Азией – это ерунда. Именно здесь самое интересное. Но кроме общей космогонии, вот по поводу выхода людей, здесь появились подробности. Ну, скажем, во-первых, люди выходят из подземли, а их ожидают какой-нибудь змей, там, буйвол, ягуар, если в Америке, ну, в общем, кто-нибудь хищный, поедает. Дальше кто-то в этой дыре застрял, и поэтому связь миров прекратилась. И дальше либо застрявший, либо тот хищник, который, он был двуголовый. И вот про двуголовость у меня тут не отмечено, это надо было какой-то новый цвет вводить. А вы видите, что это либо Юго-Восточная Азия, либо Америка. То есть развив вот этот мотив выхода из-под земли, посидев 20 тысяч лет в Юго-Восточной Азии, люди перенесли уже вот тот же первоначальный мотив, с добавлениями перенесли его в Америку. А это рисунок Иракеза, как это все происходило. Дело в том, что у Иракезы, они живут в штатный Нью-Йорк, у них есть множество мифов о неречке за землей, я сейчас скажу немножко об этом. И только один текст записан о том, как люди вышли, и, значит, змей их всех поедал. Ну и какой-то молодой человек, он придумал лук, и он застрелил этого змея, и вот он отрыгает эти черепа и кости проглоченных. Кажется, из них потом люди появились, я вообще даже не помню. Ну вот рисунок, естественно, рисунок 19 века, понятно, что это всего лишь интерпретация, но тем не менее. Теперь я вот вам сказал с иротезами по поводу такого мифа о нырячке за землей. Распространение мифа о нырячке за землей почти альтернативно распространению мифа о выходу из-под земли. Хотя они разные. Но оба мифа разные, так сказать, и тематически, они не совсем сопоставимы. Но оба можно считать космогоническими. Вот миф о нырячке за землей, что это за история? Это история о том, как была вода, потом кто-нибудь стал нырять на дно, достал кусочек земли, принес на поверхность, и этот маленький кусочек превратился в большую сушу, разросся, и, соответственно, на этом мы сейчас и живем. Происхождение этой замечательной истории не очень понятно. Есть подозрения у меня, по крайней мере, что она из Южной Азии, из Индии. Так или иначе, индийские варианты наиболее, так сказать, отлично от других, разнообразны, и параллели им есть вот там на Мессисибире. Но шире всего это известно в Сибири и Северной Америке. Так вот, эта история, раз она есть в Сибири и в Северной Америке, она тоже довольно ранняя. Ну, сколько ей там, 1015, наверное, есть, за больше не ручаюсь. И это вот именно такой характерный сюжет для континентальной евразийской мифологии, хотя появилась в Лидии. Альтернативы истории с выходом людей из-под земли. Сейчас я уже хочу закончить с этой африканской мифологией, но всё равно никак не получается. Это, пожалуй, главная история. Вот, соответственно, смерть, огонь и появление человека. Но есть ещё, так сказать, более мелкие. Ну, вот, например, радуга. Вот, когда в метро едешь, там, какие-то, значит, рекламы связаны с радугой. Радуга имеет сугубо положительные ассоциации. Очень всё хорошо, красиво. Но во всех тропических областях мира радуга, вообще, когда радугой появляется, детей надо быстро домой загонять. Это страшное существо. Это ядовитое, она, запах у неё отвратительный, какая-то жуткая гадюка. Анаконда, гадюка, ну, в общем, очень что-то плохое. Это не то, что прямо у всех, но что это змея, это почти повсюду. Ну, на тех территориях, на которых вот здесь кружки. Интересно, что это есть в Европе. В Европе это не основная интерпретация, довольно редкая. Но вот, скажем, в Сибири, такого нет вообще в Центральной Азии. Есть один бурятский сюжет, такой не совсем внятный. Там, ну да, вроде бы, змея превращается в радугу, или наоборот. Вот, ну, это совершенно уникальный текст, и ничего подобного больше нет. В целом, для Сибири это представление абсолютно не характерно. Оно характерно для тропической зоны и для Америки. А вот почему оно характерно для Европы? Ну, тут можно, конечно, сказать, ну, случайно так появилось. Может, и случайно. Но дело в том, что в Европе вообще больше африканских и вообще таких индо-тихоокеанских параллелей, чем в континентальной Евразии, в Сибири. Вот, если брать полуэметральную противоположность, то это, с одной стороны, это Южная Америка, тропическая Африка и Сибирь, и Центральная Азия. Вот это да. А Европа немножечко в сторону к Африке. Ну, черт его знает, может быть, в Европе, где Ледникова Максим тоже, конечно, был, но все-таки даже у мамонта европейского хобот, говорят, длиннее, потому что морозы были, но не такие, как в Якутии. У якутского мамонта вроде хобота короче. Я не совсем уверен, что это так, но есть и такое мнение. Ну, не так он мёс. Лапландия – холодная страна, начинка с холодной, на минус 10, а Норильск – там не минус 10, там гораздо хуже. И, соответственно, в Европе этот Ледникова Максим был, но не в таких ужасных формах, как в Сибири. Поэтому допустимо предположить, что если что-то осталось до этого Ледникового состояния 30 тысяч лет назад и больше, скорее это могло сохраниться и в Европе, но не в Сибири. Хотя, повторяю, это такое несколько рискованное допущение. А вот что для Европы характерно. Для Европы характерно, радуга – это лук, естественно. Не только, есть и другие интерпретации. А вот в Африке радуга – не лук. Вот те точки на востоке Африки – это поздние заимствования от арабов, от индусов, от кого-то. Ну и сам лук, конечно, отдельно, когда он появился. Вообще лук появился, похоже, очень давно. Совсем давно. Я же не помню, 70 тысяч лет назад или больше. А потом его забыли. Он был изобретен в Африке. Ну, лука мы не видим, мы видим стрелы. И вроде такое всеобщее мнение среди палеолитчиков, что это все-таки стрелы, наконечники спят. А потом его забыли. Как можно такую вещь забыть? Ну, вот забыли. И долго не было. Скажем, в Америке ацтеки или инки никакого лука не употребляли. Зачем он им? Ну, они знали, наверное, что он есть, но сами они его не употребляли. В Северную Америку лук попал с эскимосами, то есть совсем недавно. Известно, как он там в последние века до Колумба так потихоньку распространял. А вот здесь, на Западе Евразии, он, конечно, хорошо известен. И вот теперь, говоря об этих самых африканских параллелях, ну, самые такие красочные дела. Насколько они африканские, это вопрос спорный. Ну, может быть. Дело в том, что, ну, пойдя в какой-то музей, ну, в музеях России вы такого не увидите, даже в нашей конскамере очень мало. А если вы пойдете в какой-то западный музей, вы, конечно, там это увидите. Вы увидите разные маски, костюмы, меланезийские или южноамериканские, которые, ну, вот так вот это все и выглядит очень красочно, очень красиво. Что это за маски и костюмы? Это маски и костюмы, которые использовались во время мужских ритуалов или, говоря несколько примитивно, вульгарно, когда мужчины пугали женщин. Зачем мужчины должны были пугать женщин? Они пугали их в тех обществах, где существовало, как принято научным языком выражаться, институализированное разделение полов. То есть мужчины и женщины представляют собой как бы разные общины. Понятно, что женщины могли, условно говоря, угнетать на семейном уровне, но вещь идет не о семейных отношениях, там конкретно муж мог к своей жене не очень хорошо относиться. Но вещь идет о именно разделении общины на две половины. Мужчина приезжает в мужской дом, там находятся разные горные трубы, щелевые гонги, гуделки и прочие страшные инструменты, голоса которых женщины должны считать голосами духов. И там же находятся маски. Видеть эти самые инструменты женщинам запрещено под страхом смерти. Ну, насчет смерти дело темное, конечно, хотя вполне возможно, что раньше это было именно так. Но что изнасиловать могли, это этнографы зафиксировали. Даже в случае непреднамеренного нарушения запрета. То есть если женщина случайно увидела эту трубу из коры, которая для европейцев, ну, труба из чего. Тем не менее, для нее это кончалось очень плохо. Вот эти мужские ритуалы сохранились до сих пор в некоторых районах Новой Гвинеи и Южной Америки. Они раньше были распространены гораздо шире. Уже на глазах этнографии, уже в 20 веке мы знаем, как те или иные группы и в Южной Америке, особенно на Новой Гвинеи, просто демонстративно отказывались. Говорили, что все, больше мы снимаем запрет на наблюдение этих обрядов, мы их больше не совершаем. Мы можем кое-что рассказать. Раньше, естественно, вся эта информация утаивалась, хотя что-то было известно. Считалось, что женщины должны думать, что это духи. Естественно, женщины знали, что это их мужья. Но с другой стороны, что значит знали? Это исследовано, в частности, на примере такой индейской группы Иширы или Чимакоко в Парагвая. Да, знали, но даже те самые мужчины, которые надевали эти костюмы и со страшными воплями бегали по деревне, они как бы тоже считали себя духами. То есть он, с одной стороны, ну он, а с другой стороны, он одержим этим духом. Это довольно такой деликатный момент, который очень трудно исследовать, особенно если у нас уже нет возможности прямого контакта с информантом. Вот эти два человека, которые слева, это из книжки Мартина Гузинде, это огнеземельцы. Это ритуалы, которые огнеземельцы специально в последний раз поставили для их большого друга немецкого, потому что они уже прекратили исполнять эти ритуалы, им было уже не до этого, они стояли на грани вымирания, это было 1916 и следующие годы. Но тем не менее, они только что этим делали, поэтому они все исполнили как надо. И вот благодаря Мартину Гузинде это оказалось все хорошо зафиксировало и описано, и зафиксировано фотографии, то есть это, конечно, совершенно уникальный материал. Так вот, где подобного рода истории распространены? Дело в том, что во времена Фрезера, и не точно с Фрезера, а гораздо позже, многие этнографы, именно этнографы, не этнологи, этнографы, такие, ну, хочется сказать, советского времени, хотя это не было только советской этнографией, это, отчасти, сохранялось и в американской глубинке, полагали, что, ну, вот, люди проходят какие-то стадии, вот, соответственно, сперва они там делали в глубоком палеолите вот то-то, то-то, а потом они стали развиваться, в неолитии культура поменялась и так далее меняется до сих пор. Соответственно, все, что есть где-нибудь в Австралии или в Меланезии, когда-то, наверное, тоже было на русской равне. Совершенно ни с чего не следует, абсолютно. Нет никаких фактов, свидетельствующих о том, что в континентальной Евразии когда-либо были подобного рода ритуалы. Может, они и были, тем более, до Ледникова максимума. Можно, а может, не было. А вот то, что они были в Австралии, Меланезии и Америке, это совершенно точно. И вот самое интересное, здесь это просто мифы отмечены. А первые русские администраторы, путешественники, которые побывали на Аляске, конкретно на Кодиаке и на острове Налашка, Алиутских островов, они зафиксировали вот эти самые мужские ритуалы там. Они не зафиксировали тексты, потому что, по видению Алиута и Кодиакца, они не очень стремились рассказать их русским, а русские тоже, естественно, абсолютно не интересовались этим. А когда заинтересовались, уже распространилось христианство и все это исчезло. А вот описания обрядов сохранились. И вот эти обряды у Алиутов и Кодиакцев это уникальные для северного полушария. Вот другие параллели это Южная Америка, Меланезия, а это на севере. И это очень важно, потому что это все-таки Америка, то есть это вот тот Индо-Тихоокеанский мир. Теперь по поводу Африки. Дело в том, что в Африке вот такого рода истории, что прямо там мужчины пугают женщин, нет. Африканские ритуалы там в двух вариантах. Есть вариант у пигмеев. Пигмеи, люди, по крайней мере, пигмеи леса и турии, они такие люди мягкие, добрые и не склонны никого пугать. Там вот этот меланезийско-южноамериканский ритуал, он как бы есть, но он в мягкой форме. Это такие горные малима. Малима – это значит леопард на языках банту. И в то же время дух. И вот они называются малима, соответственно, там раз в году или не раз в году. Вот они начинают в них дудеть. Но женщины как бы должны уйти. Но без всякой драматичности. Это так, ну, как-то вроде всерьез, и в то же время не всерьез. А в Западной Африке там другая история. Там есть вот эти мужские союзы, но там есть и женские союзы. Там знаменитые западно-африканские маски, всё это очень развито. Но там довольно мягкие вот эти истории про то, как женщины раньше правили миром. Отсюда, кстати, можно сказать, матриархат, естественно, это глупость с точки зрения истории. Но в мифологии как раз это всё отражено. Что значит, раньше женщины правили, раньше женщины владели мужским домом, масками и всякими там трубами, а потом мужчины у них всё это отобрали. Так вот этот мотив у некоторых африканских групп, почему у меня тут где-то штук 8 или 6 этих точек, их, конечно, на самом деле больше, особенно в Западной Африке, там всё-таки первые, кто нашла маску духа или там инструмент, голос которого воспроизводит духа, это первая была всё-таки женщина. Ну и потом без драматичности, но она передала это мужчинам. Поэтому не исключено, что вот эта история про мужские ритуалы и разделение полов, что это появилось очень давно, что это появилось где-то ещё ну вот до выхода из Африки. У меня телефон выключен, сколько времени, сколько мне осталось говорить? 15 недель. А? 15 недель. Значит, мне надо заканчивать или нет? 15 минут. А, 15 минут, нормально. Вот. Теперь по поводу других наук и некоторых подробностей. я обещал показать береговую линию вот этой Восточной Азии, где вот вся эта культура, вышедшая из Африки, полным светом расцвела и достигла высот. Ну, вы, наверное, с трудом узнаете, что вот это Закарюк – это Филиппины, а остальное даже трудно себя представить. Почему я это показываю? Сейчас я покажу еще несколько вариантов такой карты. Ну, вот. Вот как сюда пришли люди. И вот береговая линия Восточной Азии. Дело в том, что археологи, ну, сейчас, конечно, уже, может быть, не в такой степени, но, тем не менее, они, естественно, они копают то, что есть и исходят из тех находок, которые они имеют. Но все-таки следует учитывать, что береговая линия была совершенно другой. Вот та территория в пределах Восточно-Азиатского шельфа вот до Тайваня, туда приближаясь к Японии и Корее, очень похоже, что вот эта территория на дне современного Восточно-Китайского и Южно-Китайского моря, это, может быть, 20 тысяч лет назад было лучшее место на земле. Потому что на севере было холодно, это ясно. Где-нибудь в Сахаре и вообще в Африке, в Австралии было жутко сухо и, в общем, плохо там было жить. А здесь было хорошо. Здесь были листопадные леса. На юге такие влажные тропические леса, а главное листопадные. Листопадные леса это биоциноз максимально продуктивный. То есть самый непродуктивный это Северная тайга, где ничего нет. И самый продуктивный это листопадные леса. Так вот, здесь, то ли и только здесь, во всем мире, они были в большом количестве. То есть есть, это нельзя доказать, это можно только предположить. Но все-таки основание есть, что вот эта культура, общая культура для Восточной Азии и дальше для Америки, она могла первоначально развиваться вот именно на этом шерте. по крайней мере, условия именно здесь были оптимальны. Так ли это или не так, еще раз повторяю, сказать трудно. Но что-то здесь должно было иметь место. Теперь по поводу, снова я хочу вернуться не столько к выходу из Африки, а вот к данным других наук о дальнейшем расселении человечества. Если вы хотя бы это вряд ли будете делать, но тем не менее посмотрите на разные материалы генетиков относительно заселения нового света, как я сказал, они постоянно меняются, чуть ли не каждую неделю новая статья с существенными добавлениями. Так вот, большинство этих выводов, этих авторов приходят к выводу, что все американские популяции, они восходят к какому-то одному сибирскому предку. Общему для американских индейцев, эскимосов, ну, наверное, чукчей, коряков тоже. То, что в Южной Америке есть совершенно другой генетический компонент, это вообще-то известно, это давно известно. Или если не генетически, то, по крайней мере, ну, расовый. Вот уже 30 лет назад ей давали не больше, стало ясно, что самые древние южноамериканские черепа абсолютно не монголоиды. Они совершенно не похожи на черепа североамериканских индейцев, или тем более народов Сибири. А на кого они похожи? Да, которые сделаны на острове Акенава или в районе Пекина, в верхней пещере Джо-Коу-Дянь. Ну, это где-то там 18-20 тысяч лет назад. Ну, вполне естественно, это вот были те люди, они не были, еще раз повторяю, монголоиды. Так вот, на этой карте эта статья опубликована не так давно, пару лет назад, где показаны, вот, выделены этот самый компонент. У кого он найден? Он найден андаманцев, вон там, самая левая красная точка в Австралии, Меланезии и, естественно, в Южной Америке. Это по поводу генов. Теперь по поводу языков. С языками тоже. Это недавно Тул обратил внимание на статью. Например, я сказал, что так глубоко лингвистика не заходит. Восстановить лексику, существовавшую 20 тысяч лет назад, это нереально. Но какие-то отдельные элементы языка восстановить можно. И вот, в частности, например, здесь, когда одним и тем же словом обозначается Солнце и Луна. Ну, разные странные вещи бывают. Это не значит, что люди путали Солнце и Луну. Всегда можно, как сказать, дневное Солнце, ночное Солнце. Это не проблема. Важно то, что вот такое явление есть. И вот оказалось, что Солнце и Луна обозначаются одним словом вот там, где эти красные точки. То есть, опять-таки, Юго-Восточная Азия, Северо-Восток, Сибири, Меланезия, естественно, Америка. Но самое, может быть, красивое, не точно прямо интересное, но самое красивое, это данные иконографии. Вот я сказал, что очень вероятно, на этом восточно-азианском шельфе появилась эта культура. Об этой конкретной культуре мы ничего не знаем. Более того, даже если когда-нибудь мы найдем какие-нибудь каменные орудия, естественно, по этим каменным орудиям мы немного не сможем восстановить целостный облик. Но оказывается, что во всей циркум их океанской области распространены одни и те же иконографические образы, одни и те же образы в искусстве. Их несколько, но самый такой выдающийся это вот такая морда-личина, у которой есть довольно характерные признаки, я сейчас не буду об этом говорить. Вот это папуасы с севера Новой Гвинеи, это бассейн реки Сепик, их искусство вообще-то, ну, вы вряд ли сразу так отличите, но оно довольно сильно отличается от искусства других папуас Новой Гвинеи. И вот эта маска, которая наверху, она вот там под коньком дома, вот там наверху, под этим шпилем. Очень возможно, что подобные огромные дома вполне могли быть в Палеолите. Это вот и есть такой мужской дом. Если у нас в археологических находках только отщепы, это не значит, что ничего другого не было. чего угодно могло быть. И уж искусство, конечно, могло быть. Это наносили изображения на кожу, на кору, на дерево и на любые другие органические предметы. Так вот, эта маска, такая личина, она очень широко распространена. Ну, вот здесь находки это из Индии, Китая и Юго-Восточная Азия. Ну, вот, например, вот эта статуя, это статуя Сан-Синь-Дун, это провинция Сычуань, это единственная статуя бронзового века Китая, других нету, другие там пувшины всякие, еще что-то, а статуя единственная. И вот подножие, это вот в виде такого монстра, у которого только верхняя челюсть. Вот чаще всего у подобного рода изображений нижней челюсти нет, будь это Индия, Китай или Америка. И очень возможно, что этот монстр изображает какое-то, так сказать, изображает, ну, какое-то хтоническое существо, воплощающее Землю или мироздание. Там, где известно подобные монстры, там, чего там нет? Там нет обычно представления о Земле, как о женщине, которая вступает в брак с небом. Женщины, вступающие в брак с небом, это все-таки более характерно именно для кандидатальной Евразии. А вот что как Земля, вот такой хтонический монстр, это характерно именно для индо-тихотианского мира. Ну, вот тут материалы эскимосов, опять же, с этими разными масками. Дальше материалы северо-западного побережья Северной Америки. У нас кое-что есть, но у нас коллекция под линкитом в кунсткамере, приходите, посмотрите, хотя наверняка все были, но искусство это очень богатое и очень традиционное. Там сменялись языки, разные люди приходили, уходили, но художественный стиль у них у всех одинаковый. Это крайне юго-восток Аляски и сопределены районы Британской Колумбии, ближе к морю. Дальше это, конечно, будет, я не все показываю, просто избранные картинки в заключении, чтобы, так сказать, глаз мог уже отдохнуть. Ну, чего он не хочет? Ага, вот, это Безамерика, это разные изображения альмеков и майя, где тоже будет вот этот самый хтонический монстр, вот смотрите, здесь это какая-то мифологическая сцена, это верхняя челюсть, это нижняя челюсть, это альмекские изображения, это хромая, по-моему, в поленке, это царь, жрец, который в пасти этого монстра, вот такого рода изображения, они очень характерны для Америки и для одновременно для Восточной и Восточной Азии. То есть, очень похоже, что это тоже наследие не совсем безумной древности, в Африке ничего подобного нет, в Африке этого не было. Это то, что появилось уже позже, но все-таки довольно давно, то есть ориентировочно тысяч 20 лет назад где-то в Восточной Азии. Ну и вот, наконец, Перу. Это тоже вещи достаточно древние, но, например, вот это изображение, это 2000 до нашей эры, для Перу это много, и вот это морда, и от нее разные отходящие отростки. Ну вот, собственно говоря, я на этом сейчас, наверное, закончу. И по времени тоже похоже, подводя некоторый итог, значит, о чем, собственно говоря, шла речь. Это только первая лекция, и я дальше постараюсь еще о чем-нибудь рассказать. Современная наука, как она смотрит на дела в 21 веке, взгляд этот изменился радикально. У нас нет больше вот этого восхождения человечества по ступеням равномерно повсюду. Человечество развивалось, но оно не восходило равномерно по ступеням. Это были конкретные люди, которые что-то открывали, где-то развивались, а где-то не развивались. Как я сказал, на прародине человечества в Африке никаких заметных, так сказать, в тропической Африке, не говорю про северную, тем более про северо-восточную, заметных таких кардинальных изменений вплоть до третьего, а на юге второго тысячелетия, а совсем на юге, вплоть до прихода народа Банту 500 лет назад, незаметно. Тем более, это незаметно в Австралии. То есть, люди, которые создали нашу цивилизацию на ее вот этих ранних этапах, были конкретные люди. Это те, кто жили в Юго-Восточной Азии, ну и те, кто жили в континентальной Евразии, о которых я скажу позже. И те и другие попали в Америку. Обо всем этом свидетельствуют разные науки, прежде всего археология, но некоторые вещи археологи в принципе не могут узнать. Они не знают, о каких мифах может идти речь. На камушках, на черепках мифы не сохраняются. Сравнительная обработка вот этих самых большого массива данных по фольклорной мифологии и сравнение этих данных с материалами других наук позволяет с известной вероятностью реконструировать то, о чем наши предки далекие достаточно думали в 40 и меньше тысяч лет назад. Ну вот. Вроде все. Теперь, значит, вопросы какие-то. Да, пожалуйста. Да, наверное, микрофон вам нужен. По крайней мере, велен был микрофон передавать. Вот вопрос. Большое спасибо за замечательную лекцию. Вот вы сказали, что Евразия, ну, мифы Евразии так сильно отличались, возможно, из-за климатических условий, которые попали первые евразийцы, которые пошли на север. Вот. Но ведь основная версия попадания людей в Америку это переход через Берингов мост, да, через Берингию. Аберингия это одна из самых неприятных областей в отношении климата. Ну, это как бы современная Чукотка и Аляска, да, то есть там с климатом все было тоже не очень хорошо. почему тогда люди, которые пошли ну, например, из области около Китая и Тайваня, о чем вы говорили, почему они сохранили какие-то вещи, а те люди, которые пошли ну, собственно, в Северную Европу и в Сибирь, остальную, они это не правильно? Ну, во-первых, спасибо за вопрос, он совершенно правильный. Вещь идет немножко о разных периодах, о разных масштабах. Во-первых, почему люди утратили в континентальной Евразии африканское наследие, это вообще предположение, трудно точно сказать. Но если они утратили, это произошло за несколько десятков тысяч лет. И особенно, ну, опять же, рассуждая логически, в периоды Ледникового максимума, соответственно, 20 тысяч лет. Заселение Америки началось позже. оно началось по прохождению Ледникового максимума. По крайней мере, ну, вот современные данные таковые. Если они изменятся, значит, изменятся. Но главное даже не это. Во-первых, люди из Восточной Азии, раз уж они пошли в Америку, они прошли быстро, относительно быстро, даже если они там на 10 тысяч лет задержались в Беринге, что, кстати, все-таки не факт. Это, ну, 10 тысяч, но это не 30. Но самое, что еще надо иметь в виду, естественно, они могли жить у берега моря. Но вот, вы знаете, я спрашивал Николая Борисовича Ктина, который работал на Чикотке, ну, как вот, значит, все-таки в холодюгах жуткая. Говорит, ну, как холодюга? Холодюга, если остаться 5 километров от берега, а вдоль моря тепло. Что значит тепло? Ну, когда там 50, здесь 20, но 20 не 50, теплее. Потому что море, даже если оно замерзшее, оно все равно согревает. Подо льдом-то оно не минус 50, и даже не минус 20, а все-таки ноль. То есть, соответственно, какой микроклимат был вдоль берега моря, вообще-то, трудно сказать. Он был, мог быть, то есть не мог быть, он наверняка был мягче, это совершенно точно. И другого трудно ожидать, потому что ведь не только же люди пошли, ведь и животные ходили, соответственно, те же самые Карибу и все прочее. Вот, но это вот, видимо, ответ на ваш вопрос. Но тут я должен добавить, что вот все истории про конкретные перипетии с заселения Америки до сих пор они во многом гипотетичны, потому что там есть одна заковыка, как в свое время Ельцин говорит, или с Гагулиной, я что-то не помню. С одной стороны, нет сейчас у археологов практические сомнения, что люди шли вдоль берега моря, а не через внутриконтентальные районы, как они двинулись после того, как ледники их стали летать. Но с другой стороны, чтобы идти вдоль берега моря, надо было оплыть на лодке такой вот полуостров Аляска. Не Аляска, как штат, а вот полуостров. И там, ну, трудно точно сказать, ну, не исключено, что 200 километров ледяной стены было. Пока они должны были доплыть до Кадьяка. Когда они доплывали до Кадьяка, там уже нормально. А вот здесь, вот это, это обрывалась просто стена. Это все равно, что плавать вдоль антарктического полуострова. Вопрос, конечно, зачем? Мы на этот вопрос ответы дать не можем. Из-за любопытства. Причем, море там, ну, нельзя сказать, что оно такое уже прямо вот тюлени, кишмия кишают и сами в лодку прыгают. Они там есть, то есть прожить там можно. Но, а зачем вот надо было плыть? Это, мы, наверное, никогда это не узнаем. Там же считается, что был коридор. Нет, коридора не было. Коридор это коридор Маккензи. Он открылся потом. Нет, коридор Маккензи, с ним все понятно. Он открылся потом. Это континентальные территории через долины Юкона и Маккензи. А это совершенно другой путь. Это путь вдоль берега. И чем больше и археологи, и лингвисты, и я тоже, мы в смысле с этой мифологией собираем данные, тем больше доводов в пользу вот этого раннего пангамения по побережью. Еще раз повторяю, практически сейчас нет больших сомнений. То есть 99% вероятности, что первые люди пошли по берегу моря. Но вот зачем их туда черт понес, это непонятно. Но зачем надо было плыть вот этот... Дальше, когда доплыли до Кадьяка, все, дальше прекрасно. Все открытая страна, массовые пищевые ресурсы. Ну, единственное, болезни, конечно, но это как-то спрайд. Ну, это такое совсем в облах фантазии, наверное, но сейчас все больше фактов, что рядом с нами жило совсем недавно несколько человечеств. Были неандертальцы, которые, ну там, 26-29 тысяч лет назад исчезли. Были зеницерцы, которые неизвестно, когда исчезли, но тоже присутствовали там люди с острова Флорест, возможно, еще другие, третьи, четвертые. Можно ли хоть каким-то образом подойти к вопросу о культурных контактах, ну, контакты в области изготовления оружия, понятно, тут есть такие-то вещи, а вот в области мифологии... Вы знаете, нет, невозможно, потому что, ну, во-первых, то есть не во-первых, а на чем основаны все вот эти построения, связанные с мифологией. Просто так сказать, как датируется тот или иной сюжет, невозможно в принципе, это бессмысленно догадки. Мы можем определить только в том случае, если у нас есть разумкнутые ареалы, вот как Америка и там Юго-Восточная Азия, в которой не один сюжет, а все-таки много. И вероятность того, что они, там, 10, 20, 50, 100 сюжетов возникли независимо в Юго-Восточной Азии и в Америке равна практически нулю. Соответственно, мы можем сказать, что эти сюжеты принесены были из Азии в Америку. Когда? Не раньше, чем люди попали в Америку. Не позже какого времени, но, наверное, не позже того времени, когда основные путь стал идти через внутриконтинентальный район. Отсюда вот эти оценки, там, 15-17 тысяч лет назад. Откуда мы знаем про Африку? Почему это, там, 40 или 60 тысяч? Потому что в более позднее время миграции из Африки не было. По крайней мере, у нас нет никаких данных. Были наоборот, но это уже недавно, это уже, там, 2-4 тысячи лет назад, когда люди из Индии, наоборот, двигались из Юго-Восточной Азии в Африку. Но это совсем другая история. А вот когда мы берем континентальную Евразию, нам не за что зацепиться. Даже реконструировать мифологию Европы древнее 5 тысяч лет назад, что говоря, мы не можем. У нас не зацепиться. Ну да. Вот была картинка, где Индия стоит на холме, круг змей. Мне показалось, что это похоже на сюжет Бажова. В заключайности где... Нет, Бажов тут, конечно, ни при чем, тем более, что учтите, что это просто индейцы нарисовал. Это по описанию, но в том смысле, что написано в тексте. Что люди выходили из-под земли. И как только они выходили, некоторые змеи их тут же споедали. И вот один человек, он придумал лук и, соответственно, этого змея убил. Вот и все. А что он там на холме стоит, это уже художественная самодеятельность, конечно. Нет, нет, понимаете, мировой змей вообще тут ни при чем. Это не мировой змей. Это просто чудовище. Змеи – это только у аракезма. Обычно это ягуар или буйвол, или кто-то. Это неважно, кто. Видовая идентификация этого поедателя, первых людей, абсолютно несуществует. Так что, нет, никакой ни мировой змей, ни божжов. Если вам показалось, что это похоже, это просто случайно. На самом деле, совершенно похоже. Спасибо большое за ректор. Это очень интересный подход анализа гинекологии на сцену больших данных. И мне очень интересно, в каком формате у вас эти данные собраны, я так понял, что это приоритет на улице, и мне интересно, проходитесь с этими данными, на ровах, какие-то методы замучения и обучения, или это проще, или это проще. Вы знаете, я не включил вот в эту презентацию картинок соответствующих. Ничего особенно шибко сложного нет. У нас есть текстовый, в котором резюме текста. Он висит в интернете, обновляется в конце каждого года. И у нас есть онлайн база данных, если вам нужно, я вам покажу, как ее найти, где определение сюжетов по-русски, по-английски и автоматически создаваемые карты. Ну, вот, собственно говоря, и все. И у нас есть статистическая программа. Программ много. Я не статистик, я не математик, поэтому я кнопочку нажму, но я примерно понимаю, как это работает, конкретно это. Но есть другие программы, конечно. Ну, это такое, в общем, известное снижение размерности, фактов на анализ и выделение главных компонентов. И вот эти главные компоненты, первые три, или вторая и третья, как раз не первая, вторая и третья, они работают. Если же говорить вот о тех картах, которые я тут показывал вам, статистически это тоже прослеживается. И выход из Африки статистически прослеживается. если мы берем миф о происхождении смерти, все остальное. Но если у нас мотивов не очень много, там 20, 10, тем более, да даже и 100, тут вообще-то и статистики особенно не надо. Это видно. Вот когда у вас уже тысячи, там, конечно, там без статистики уже делать нечего, там просто непонятно. Но еще раз повторяю, несомненно, есть другие статистические программы. Моя задача не столько обработать это статистически, статистики, которые я владею, мне хватает, сколько создать базу данных. Потому что, если она будет создана, те, кто будет обрабатывать, найдутся. Это нет проблем. Коррекционные таблицы есть. Вот это самое главное. А как и что с ней дальше делать, это уже... А эта база опубликована, к ней доступ есть, да? Нет, что значит опубликована? Она постоянно, она не может быть опубликована. Ну, я понимаю, но она, открыт доступ к ней. Открыт доступ вот этот текстовый файл. А вот то, что самое интересное онлайн, там без текстов, там просто определение мотивов и точки на карте. Это не открыт доступ. Потому что моя коллега, она все, не хочет это опубликовать, пока мы не опубликовали в социализ. Я думаю, это чушь собачий, конечно, в никаком социализе мы не опубликуемся, по крайней мере сейчас. Но поскольку, вот если мы получим грант, и если мы его закончим, ну тогда мы точно опубликуем. И тогда это будет, я этот адрес ни от кого не скрываю, если вам конкретно он нужен, конечно, я его буду. То есть можно написать вам e-mail? Да, да, конечно. Нет проблем. Спасибо большое. У меня вот такой вопрос. Как я понял, все вот эти мифы были записаны, ну, как бы, европейцами лет там, последние лет двести назад, ну, за последние. Это, я думаю, что 95% написано между, ну, 1870-1970. Вот это 100 лет, ну, там не все, но 90% вот в этот период. Вот. И, да, только вопроса. Я немного не понял, как можно понять, что носители этих мифов жили в тех же местах лет, ну, тысяч 20 лет назад либо больше они мигрировали туда в последние там какие-нибудь. Ну, видите ли, что они, что они не мигрировали, так это просто известно из других источников. Понятно, что африканцы, ну, как они там жили, там они и жили. Для этого не нужны мифы или не мифы. А вот тут хорошо, что вы задали вопрос, не подумайте, упаси Господь, что те тексты, которые записаны где-нибудь в Гане или Венесуэле, что они были точно такими же 10 или хотя бы тысячу лет назад. Ну, тысячу лет назад пожил были. Это есть такие конкретные свидетельства. Может, 4. Но дело не в этом, они могли быть другими. Текст – это длинная история, он всегда современный, записан здесь и сейчас. Там кто-то кашляет, кто-то щенок вошел, он отвлекся, начинает про другое рассказывать. А речь идет о выжимках, о мотивах, о главном, что для того, чтобы стать бессмертным, надо снять кожу. Все. И вот, когда мы картографируем эти вещи, вот эта выжимка встречается на таких-то территориях. Она точно встречается, потому что в любом тексте это либо есть, либо нет. Это не то, что нам кажется или не кажется. Нет. В этом тексте об этом сказано. В каком виде сказано? Что там еще сказано? Это может быть что-то еще много дополнительного. Так вот, мы сравниваем не современные тексты, а мы сравниваем вот эти самые мотивы. То есть вот эти выжимки, которые могут быть достаточно близки к тому, что было давно, а могут не быть. Но вот это ядро, оно всегда одно и то же. И это ядро, это наши аналитические единицы. Сами эти носители традиции, они же рассказывают с придыханиями, с нараспев или не нараспев, или как угодно. Это то, что мы выжимаем из этого текста. И вот эти выжимки одинаковые на этих территориях. А на других делайте, что хотите, вы их не получите. И вот именно вся эта методика основана на том, что мотивы определенных сюжетов, определенных тем, встречаются на одних территориях и не встречаются на других. И вот это совершенно точно. Вот это, когда у нас все-таки многие-многие сотни мотивов, тысячи уже, то есть здесь не может быть случайность. Если в корреляционной таблице я случайно поставил единицу вместо нуля, просто случайно нажал не туда, ничего не изменится, будет то же самое. и на карте у меня вдруг выскочит точка желтая там, где не надо. Но я посмотрю, почему она взялась. Выяснилось, что я ошибся. Ну вот примерно так. Да, пожалуйста. На самом деле, продолжая предыдущий вопрос, уже в историческое время прекрасно известно, как те или иные люди, народы мигрировали в другие места и иногда они принимали язык и культуру того народа, который никуда не приходили, который они покоряли, например, иногда наоборот приносили свою. Ну то есть тут нет общего какого-то правила, тут может быть очень сложные какие-то взаимодействия. Ну там индоевропейцы более-менее понятно, как мигрировали и разносили свой язык, видимо, вместе с какой-то культурой. В Юго-Восточной Азии тоже там присутствуют люди и монголоиды и древнее население, которое видимо было до монголоидов. Каким образом можно ну понятно, что если люди перемещаются, то они перемещаются вместе со своими видимо сюжетами. Но каким образом можно вычленять вот эти люди мы считаем, что вот этот язык появился тут там две тысячи лет назад и вроде как в расовом отношении они появились строительные недавно, но сюжеты у них как бы древние, потому что видимо они смешались с древним населением. Каким образом вы можете оперировать, отличать легенды индонезийцев таких этих самых, которые говорят, монголоидных индонезийцев от каких-то реликтовых народов, которые живут нам и не надо их отключать, потому что если говорить об этих вот таких древних процессах, то все происходило задолго, намного задолго до расселения австронезийцев и даже многие группы папу наверное пришли туда позже, чем появились там вот эти самые сюжеты. Дело в том, что то же самое с геном. Вот если генетики изучают тех же самых каких-нибудь Тараджа или Еванцев, то там будут разные, в геноме этих людей будут разные группы, разные гоплогруппы. Какие-то будут явно там связаны с Китаем, а какие-то могут быть едва ли не африканского происхождения. Как вообще нашли, откуда началась вот эта история про африканскую Еву, это нашли эти гены у, по-моему, Семанга в Сеное, это вот Малая. И нельзя сказать, что эти люди так далеки в расовом отношении от монголов. Да нет, там это все довольно так плавно одно в другое переходит. Но у одного и того же человека могут быть какие-то группы с одной стороны африканские, с другой стороны не африканские. Так вот, то же самое и набор фольклорных мотивов. Если мы возьмем большую книжку фольклором мифологии Тараджи, вот Тараджи это такие в Суловесе, в горном Суловесе живут люди очень известные, большие дома у них и довольно хорошо изучены. И там еще угодно есть. Там есть и про смену кожи, и там есть какие-то исламские мотивы. Одно другому не мешает, потому что если вы картографируете эти мотивы, то то, что про смену кожи объединится с Африкой. А то, что исламские мотивы, естественно, понятно, это, наверное, будет как-то совсем к другому времени относиться. Дело в том, что разные исторические дисциплины дают независимое свидетельство. Вот если мы берем, например, данные археологии, данные языка знания, они у нас практически никогда не совпадают. Вот такого, чтобы один когда мы получили, ну, не бывает такого. Или данные письменных источников. Известно, эти люди здесь жили. Никаких следов в археологии. То есть прошлое всегда очень сложно. И каждая дисциплина дает информацию о каком-то одном аспекте. В целом, в совокупности все эти дисциплины, они позволяют нарисовать более-менее какую-то общую картину. Потому что люди же не делятся на народы, на что. Они, каждый человек отдельно. Все время это все перемешивается. Происходит языковой сдвиг сплошь и рядом. даже зафиксированные случаи, по-моему, в 19-е веке, когда Атапаски переходили на Эскимоск или наоборот. Это лютые враги. Эскимоск и Атапаск это, я не знаю, это жуть какая-то. Как коммунистов взять или демократов хуже. Так вот, тем не менее, переходили. Вот этот языковой сдвиг все равно происходит. И похоже, что вот наборы мифологических мотивов дают информацию о более глубоком времени. Ну, скажем, практически все представления народа в Сибири о звездном небе имеют параллели в Америке, в Северной Америке. То есть, значит, но в Северной Америке не вообще всюду, а на севере и западе, то есть там, где ближе к Берингу пролил. Соответственно, эти представления должны были быть известны, когда на поздних этапах заселения Америки, то есть 10, там, 12, 8 тысяч лет назад. Те языковые семьи, которые есть в Сибири, они не датируются только глубоким временем, они там какие-то совсем позже появились. То есть, мы никогда не получим полной гармонии всех этих данных. И вот данные по вот этим самым мифологическим мотивам, это отдельный самостоятельный источник. В данном случае данные результаты этого анализа совпадают с тем, что нам дает генетика. Причем, чем более глубокие периоды, тем лучше совпадение вообще-то. Потому что, ну вот я говорил с Рихолдом Вильямсом, который, ну, самый главный эстонский генетик, один из крупнейших специалистов в мире в этом деле, он говорил, что вот генетика изумительно работает, когда глубже 10 тысяч лет. Все. Как только меньше, очень трудно, все перемешано, и вот найти концов, все совсем можно найти сходство. Так вот, то же самое и здесь. Если вы хотите определить на основе данных фольклора и мифологии, вот похоже, португальцы больше на итальянцев или на французов, ну, это невозможно. Совершенно невозможно. Ну, будет какая-то статистика, но она мало о чем вам будет говорить. А вот если вы хотите определить, на что больше похожа мифология Африки, на Меланезию или на Сибирь, тут совершенно однозначно она точно похожа на Меланезию. Никаких сомнений. Ну, вот примерно так. Спасибо. Все. Все устали? Спасибо вам. Спасибо.